За легкостью и точностью выполнения каждого элемента в акробатическом рок-н-ролле стоит не только колоссальный труд, но и перегрузки, сродни космическим. Чтобы высоко взлетать, при выполнении трюков и движения приходится отрабатывать часами, без ушибов и растяжений, как и в любом другом виде спорта, не обходится. Одни из лучших в России – Лев Соловьев и Кира Гетьман – уже успели ощутить вкус побед. Мастера спорта – призеры молодежной спартакиады, и это для них не предел. Мечтают стать первыми в мире, к своей цели идут, несмотря на множество препятствий. Танцоры в этом виде спорта выступают парой, группой из нескольких девушек, команда и соло. По словам тренера Елены Сурниной, в акробатическом рок-н-ролле возможностей много. На подготовку программы спортсмены и тренеры бросают все ресурсы. Мы подбираем музыку, понимаем, что за образы мы хотим, чтобы все увидели, что мы танцуем, про что это, история какая-то. И уже начинаем, конечно, мы много смотрим, и в интернете много хореографических постановок смотрим. Если мы стоим перед зеркалом, отдельно до тренировки приходится готовиться, придумывать программы, движения особенно, то используем все буквально возможности. К этому и костюмы, конечно, придумываем. На паркете японские самураи. Анастасия Гимышлю и Тимофей Арутов в паре уже четыре года. Покоряют своей воинственностью не только судьи, но и соперников. Чемпионы Московской области, финалисты Кубка мира и первенства России. Кто главный в паре, уже давно не выясняют. Самое главное – это дружба и понимать друг друга. Здесь важно все – слаженность в паре, техника, артистизм. Чтобы получать максимальные баллы, программу приходится усложнять. Сложные вещи оцениваются как бонусы или повышением оценки за технику ног, за композицию, если она сложно поставлена. То есть много поворотов, интересные прыжки, затяжки в шпагаты. По словам судьи и тренера Владимира Мануйлова, Одинцовские спортсмены подняли высокую планку в этом виде спорта и понижать ее не планируют. Среди клубов московских областных мы являемся одними из лидеров. Так, например, недавно у нас был Кубок губернатора Московской области. И наши одинцовские спортсмены в довольно-таки серьезной конкуренции завоевали первое место. Стали чемпионами. Февраль для воспитанников спортшколы Одинцова будет насыщенным. Впереди всероссийские соревнования в Санкт-Петербурге. Готовятся к ним по максимуму, чтобы привезти домой новые кубки и медали. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.